Гормон тестостерона В исследовании, о котором мы говорим, участвовали 1400 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Все они перенесли коронавирус в разной форме, кто-то в легкой или бессимптомной, кто-то в средней, тяжелой. И оказалось, что быстрее всего уровень антител к ковиду снижается именно у молодых мужчин. У пожилых он держится лучше и дольше. Кроме того, на показатели иммунитета влияет избыточный вес, высокий процент поражения легких и тяжелое течение болезни. Но мы будем говорить именно о тестостероне. Он подавляет выработку антител только к коронавирусу или к любому вирусу? К тому же гриппу, например. Понимаете, в чем дело? Давайте так. Значит, на сегодняшний день научных данных, доказывающих с высокой вероятностью о том, что именно тестостерон подавляет выработку антител, подавляет иммунный ответ, нет. Есть предположение. Даже если вернуться к тому исследованию, о котором мы сейчас говорим, на самом деле авторы приходят к выводу о том, что показатели антител у молодых пациентов снижаются быстрее, чем у пожилых пациентов, и у мужчин мужского пола они, опять же, снижаются быстрее. Но при этом надо отметить важный момент в этом исследовании, который звучит. Момент заключается в том, что именно при легкой форме заболевания. Когда мы, в принципе, говорим о легкой форме заболевания, предполагается, что, возможно, она была связана с меньшей вирусной нагрузкой, например. И, в принципе, иммунный ответ при этой легкой форме менее выраженный, чем при средней, так сказать, и при тяжелой форме. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, как предположить, что данный процесс связан из-за того, что у мужчин молодых повышен уровень тестостерона, также я могу выдвинуть и другое предположение, альтернативное. У молодых мужчин может быть просто более быстрый обмен веществ, понимаете? Любой белок, который образуется в нашем организме, он должен вывестись из организма, то есть быть денатурирован и разрушен. Так вот, вполне возможно, из-за того, что у этих пациентов просто более быстрый обмен веществ, соответственно, и разрушение иммуноглобулинов, которые выработались в организме, происходит быстрее, чем, соответственно, в пожилом возрасте, где метаболизм замедлен. Это не обязательно связано с высоким уровнем тестостерона. А насколько быстро это может происходить? Ну, вот опять же, если вернуться к данным исследованиям, а также к другим работам, то, как правило, у таких пациентов наблюдается уже снижение уровня где-то через три месяца. К счастью, мы не можем предположить ситуацию, при которой суперагрессивный штамм коронавируса полностью выкосит молодых мужчин и оставит только стариков и женщин. Понимаете, какая ситуация? Предполагать-то мы можем все, что угодно, да, абстрактно. Но вот никаких научных данных тому, что, так сказать, природа нам сулит такой катастрофический сценарий, на сегодняшний день нет. Иммунологи говорят, что помимо антител после болезни или вакцинации, нас защищает еще клеточный иммунитет. Молодые мужчины могут надеяться на то, что он компенсирует ситуацию с антителами. Значит, давайте разберемся с понятием клеточный иммунитет немножко поподробнее. Потому что есть клетки памяти, так называемые, то есть это клетки, которые сохраняют память об антигене, о вирусе, который сталкивался с иммунитетом, и когда антител уже нет, эти клетки памяти сохраняются. Это с одной стороны. С другой стороны, существует так называемый клеточный цитотоксический иммунитет. То есть это те клетки, лимфоциты, которые убивают клетки, зараженные вирусом. Значит, дело в том, что на сегодняшний день еще нет достаточного количества научных данных, которые бы говорили о том, в какой группе насколько выражен этот клеточный иммунитет, и, скажем так, данных, которые бы связывали его с каким-то конкретным прогнозом. Но, безусловно, клеточный иммунитет имеет значение. Существуют, в частности, тест-системы, которые позволяют исследовать клеточный иммунитет. Поэтому его роль отрицать нельзя. Но, скажем так, какая величина этой роли, на сегодняшний день сказать сложно. Давайте все-таки поразмыслим, если верить этой гипотезе. Тестостерон считается главным мужским гормоном, от которого зависит и здоровье, и успех на прочих фронтах. В природе все устроено очень мудро. Все имеет свой смысл. Для чего природа позаботилась о том, чтобы в источнике силы скрывался элемент уязвимости? Какой здесь может быть эволюционный смысл? Да, на самом деле природа об этом не позаботилась. Это, опять же, предположение. Понимаете, вот есть работа, в котором показано это итальянское исследование. У мужчин с высоким уровнем тестостерона повышается вероятность более тяжелого течения ковида. Это исследование есть, оно опубликовано. Но одновременно с этим есть много работ, которые показывают о том, что у мужчин, у которых низкий уровень тестостерона перед развитие, так сказать, симптомов коронавирусной инфекции, у тех мужчин, если коронавирусная инфекция развивается и поражает легкие, то она протекает тяжелее. Еще один момент хочу сказать. Мы в нашем эндокринологическом научном центре видим очень много пациентов, мужчин, которые обращаются к нам с проблемами низкого тестостерона. То есть это некая патология, называется андрогенный дефицит, гипогонодизм, и мы таких пациентов лечим. Лечим мы их достаточно успешно. Каким образом? Мы повышаем либо их собственную выработку тестостерона, либо назначаем им препараты тестостерона. Так вот, среди этих пациентов мы не наблюдаем какого-то всплеска, пика как заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и ее тяжести. Поэтому на сегодняшний день однозначно заявлять о том, что тестостерон подавляет выработку антител, я бы сказал, преждевременно существует такая точка зрения. Но говорить о том, что это уже сформировавшийся природный механизм, природный закон, я бы так говорить не стал. Для этого просто нет на сегодняшний день серьезных научных доказательств. Ну и в качестве итога, что бы в целом посоветовали мужчинам, чтобы уровень защиты коронавируса оставался высоким? Какие рекомендации? В этом отношении абсолютно всем пациентам, и мужчинам, и женщинам, и молодым, и пожилым я могу предложить соблюдать то, что на сегодняшний день научно доказано. Что научно доказано? Научно доказана эффективность самоизоляции. Ну, даже если это не самоизоляция, уменьшение количества контактов потенциальных. Значит, уношение средств защиты, опять же, это тоже доказано, это уже абсолютно есть такие данные. Ну и, безусловно, вакцинация. Вот эти три меры, это, скажем так, основные меры, которые я бы посоветовал бы всем для того, чтобы минимизировать риск, соответственно, как заражения, так и протекания инфекции в тяжелой форме, потому что даже та же самая маска, да, возьмем. Вот она может, например, не спасти непосредственно от заражения, но она может уменьшить вирусную нагрузку, то есть количество вируса меньше попадет в организме. Это тоже хорошо, так сказать, с точки зрения прогноза, понимаете? Вот эти простые вещи, доступные, уже научно изученные, уже исторически изученные, я считаю, что прежде всего они, конечно, должны быть использованы. Спасибо, спасибо большое. С нами на связи был Роман Рожеванов, доктор медицинских наук, врач-андролог, главный научный сотрудник, профессор кафедры эндокринологии Национального исследовательского медицинского центра эндокринологии Минздрава России. Субтитры создавал DimaTorzok